здравствуйте сегодня моё видео будет посвящено не вязанию а ответу на некоторые вопросы зрителей вот я открыла видео своем и буду на его примере вам отвечать на ваши вопросы так здесь вы на экране и видите субтитры это текст который произносит автор видео субтитры необходимы для слабослышащих людей также они появляются автоматически в других странах для которых автор сделал перевод этих субтитров некоторым людям субтитры мешают что для этого нужно сделать можно нажав на значок клавиатуры отключить их если нажать еще раз то они включаются люди которые слабо слышат пользуются этими субтитрами но бывают такие моменты что они мешают смотреть процесс для этого что нужно сделать при наведении на субтитры мышка меняет форму нажимаем на левую кнопку мыши и перетягиваем в любое место и отпускаем и далее смотрим уже процесс надеюсь это понятно субтитры я переводил на несколько языков вот это видео переведено на 16 языков заходим в настройки вот шестеренка субтитры 16 автоматически стоит русский нажимаем на стрелку и выбираем любой язык ну давайте возьмем арабский вот арабский язык есть опять нажимаем на стрелку и переходим на русский так что еще можно делать с субтитрами ну давайте посмотрим нажимаем на настройки вот у нас значит субтитры здесь и вот бегунок тянем вверх вот есть параметры субтитры нажимаем на параметры и здесь вы можете менять цвет шрифта вот у нас автоматически был белый дальше нажимаем на стрелку и на шаг назад размер шрифта нужно поменять значит автоматом стоит 75 процентов вы можете до 400 догнать либо уменьшить опять на стрелку на шаг назад нужно выбрать цвет фона автоматически стоит черный значит белые буквы на черном фоне выбираем какой фон пожалуйста зеленый откатываемся назад ну здесь можно проэкспериментировать со всеми параметрами некоторые зрители говорят что какой-то автор очень быстро показывает процесс а хотелось бы рассмотреть более подробно для этого что делаем опять переходим на стройке вот шестеренка и здесь есть скорость воспроизведения автоматически стоит обычная так вот здесь можно поменять скорость просмотра видео но при изменении скорости прокрутки видео поменяется и звук видео хотелось бы обратите ваше внимание на то что описывается под видео бывает такая ситуация что автор что-то забыл указать при записи и он дописывает вот сюда под видео допустим какие-то параметры название пряжи название инструментов размеры инструментов я стараюсь в начале видео это делать рассказывать но на всякий случай я дублирую под видео под видео название пряжи номер крючка вес пряжи метраж пряжи размер готовые изделия все я дублирую вот сюда вот здесь можно нажать на слово еще и посмотреть что здесь находится вот и данное видео находится вот в этом плейлисте бывают такие видео которые с музыкальным сопровождением и авторы этих видео в описании указывают название музыки исполнителя автора и куда ставлено данное видео где оно находится вот у меня в плейлисте тунисское вязание так теперь немного расскажу про комментарии есть такие зрители которые пишут свой комментарий под чужим комментарии хотя обращаются вроде бы как к автору видео вот нажимают сюда и пишут вы не забывайте что вы обращаетесь к тому человеку под чьим комментарием вы пишете а для того чтобы обратиться именно к автору видео комментарии нужно писать вот идеи а здесь введите и ответ т.е. вы отвечаете тому человеку под комментарии которым вы пишите вот значит комментарии надо писать вот сюда. Здесь вы можете что-то написать, спросить. Можете поставить смайлики. Вот здесь выбираются. Так, теперь хотелось бы рассказать вот об этих цифрах. В левом нижнем углу под видео стоит время. Значит, время до косой черты и время после косой черты. Значит, время после косой черты это длительность всего видеоролика. И вот эта цифра, она не меняется до самого конца видео. А вот эта цифра первая, она меняется в зависимости от того, где вы остановились. По центру этого кружка вот здесь вы останавливаетесь. это очень полезная функция для тех, кто хочет задать вопрос автору видео. Допустим, на какой-то минуте что-то ему непонятно. Вот, допустим, здесь. Вот видите, цифра поменяла. 12 минут 13 секунд. А вторая цифра остается неизменной. Вот. Бывает же так, что видео загружено очень давно. Вот у меня год назад бывают видео, которые загружены 3-5 лет назад. И автору будет трудно вспомнить, а то и невозможно вспомнить, о чём речь на определённом отрезке времени. Поэтому вы пишите комментарий и просите помочь в каком-то вопросе на времени и указываете время. И тогда автор быстренько находит эту часть, этот момент вспоминает и вам описывает детали, помогает вам. При указании времени вы облегчаете работу как автору видео, так и себе. Так, ещё один вопрос, который задают. Допустим, вам дали ссылку. Вот ссылка этого видео. Вы по ней прошли, вот попали вы на это видео. Здесь часть первая. Вы посмотрели, вам понравилось и вы бы хотели посмотреть продолжение этого видео. А может быть, вам хотелось посмотреть еще какие-то видео и узнать, что у автора на канале еще есть. Для этого нужно нажать на аватарку или вот на название. Уроки с Валентиной Подольской. Нажимаем и попадаем на мой канал. И вот здесь есть закладки. Заходите в закладки, смотрите, не бойтесь, что вы что-то там сломаете, испортите, там что-то собьете, ничего этого не будет. Открывайте любую закладку. Значит, вот у меня на главной странице. Это плейлисты, популярные видео. Если вы нажмете воспроизвести все, у вас откроется только одно видео. Ну вот давайте проэкспериментируем. Видите, открывается только одно видео. Поэтому для того, чтобы посмотреть весь плейлист нужно зайти в закладку плейлисты. И здесь уже выбирать. Вот давайте обратим на плейлист вязанная одежда. Вот видите, там 18 видео. Значит, на экран нажимать не стоит, потому что откроется только одно видео. На название вязаная одежда нажимать не стоит, тоже откроется одно видео. Нужно нажимать посмотреть весь плейлист. И вот этот плейлист весь раскрывается все, что у меня там есть. Ну, давайте посмотрим вот вязаные изделия. 56 видео. На экран не нажимаем, на название не нажимаем, а нажимаем на посмотреть весь плейлист. Вот. И здесь все видео, которые сюда загружены. можно конечно нажать на закладку видео. Значит, здесь видео по мере загрузки. Но здесь листать очень долго. Вот. И здесь все видео. Но есть такие авторы, у которых тысяча и более видео. Вы же не будете все вот так прокручивать. Вот. Для этого и существуют плейлисты, в которых авторы раскладывают видео по тематике. Есть закладка шорт. У меня в этой закладке только одно видео. Оно очень коротенькое. Если честно, шорт меня не впечатлил. И я не стала больше этим заниматься. Вот. Одно сделала видео и все. Так. Теперь каналы. Здесь значит те каналы, которые мне больше всего нравятся и с которыми я дружу и рекламирую их. Так. О канале. Здесь значит дата создания канала и вот есть ссылки где находятся мои страницы. Фейсбуки, Вконтакте, Инстаграм, Одноклассники, Пинтерест и Дзен. Вот. Нажав на любую ссылку вы попадаете ко мне на страницу. И можете здесь еще что-то мне написать, спросить. Точно так же на Одноклассники. Так. Теперь еще на один вопрос отвечу. Некоторые говорят как не потерять видео, которое понравилось. Ну вот допустим вы зашли на чью-то страницу, увидели вот видео, ну допустим коврик вам понравился. Четыре части, один, два, три, четыре. И вот вам хочется их все сохранить. Когда наводите на экран видео, в правом верхнем углу появляется значок часы. Смотреть позже. Нажимаете на значок, появляется галочка. Так. Нажимаете на следующее видео, тоже на значок часов, галочка появилась. вот. И теперь в левой части смотрим вот значок часы, смотреть позже. Нажимаем. и вот видео, которые вы себе сохранили. И посмотрите позже. Также с левой стороны можно посмотреть вот история. Здесь отражаются все ваши шаги, все видео, которые вы смотрели. так. Теперь я вам немного расскажу про Facebook. Допустим, в какой-то группе я выставила пост. Ну, вот этот коврик. И в некоторых группах запрещено ставить ссылки. Вот описание я сделала, а ссылки ставить запрещено. но зрители хотят получить ссылку и просят в комментарии дайте ссылку. Я им пишу там же под их комментарием, что ссылку отправляю вам в мессенджер в связи с тем, что в самой группе ссылки запрещены. Они не знают где мессенджер. Смотрим. В правом верхнем углу значок зигзаг. Вот наводите, написано мессенджер. Нажимаете. Мессенджер это чаты, то есть общение ваше. Вот. И вот здесь вам нужно смотреть. Вот я женщине отправляла ссылку, она написала спасибо. если нажать на значок мессенджера и посмотреть в самом низу, то там будет написано открытие мессенджер. Нажимаем и мы открываем полностью мессенджер. Вот. Здесь удобнее печатать, здесь лучше видно и можно пользоваться этим мессенджером. но можно и самостоятельно найти ссылку на данное фото. Для этого что делаем? Нажимаем на аватарку или на имя автора. Так. Попадаем на страницу. Вот мы попали на мою страницу. Справа публикации в группах. В каких группах я что публиковала. а вот если еще раз нажать либо на аватарку либо на имя то мы попадаем на полную страницу автора. И вот здесь уже в закладках нажимаем фото и здесь все мои работы которые выставлены на моем канале. Вот давайте проверим. Нажимаем на фото. Ну и теперь смотрим с правой стороны от фото описание и вот ссылка на работу. Берем следующее фото с правой стороны описание и ссылка на работу. Вот так легко можно найти ссылку на мои работы. Я уверена и надеюсь что многие авторы постов делают точно так же. Теперь я вам расскажу как найти мессенджер для фейсбука на смартфоне. Значит у меня смартфон с программным обеспечением Android. смартфон смотрим вот значок мессенджера вот такой ищите он у вас может быть на первой странице вот здесь может на второй на другой в общем ищите вот этот значок если у вас мессенджер не установлен для этого что делаем есть Google Play вот такая программа иконка Google Play нажимаем на нее и вот здесь в поисковик вбиваем слова мессенджер для Facebook вот уже высветилось и нажимаем на него поскольку у меня уже мессенджер установлен у меня написано открыть у вас будет если у кого не установлено загрузить установить нажимаете сюда и мессенджер будет у вас вашем аппарате еще раз хочу сказать что на айфоне я не знаю как устанавливать и еще я вам покажу одну программу я ее правда уже показывала видео видео где вязала слона вот и теперь покажу еще раз вот я вязала слона по турецкому описанию чтобы нам это не мешало вот так сверну вот допустим мы знаем на каком языке написано я точно знаю что это на турецком значит что делаем заходим вот в эту программу переводчик не знаю если у кого нет значит опять нажимайте google play и набирайте переводчик и в этой программе вот такие значки значит перевод у меня будет с турецкого на русский нажимаем камеру потому что я буду с картинки переводить все теперь выравниваем текст наводим на текст и на значок фотоаппарата нажимаем внизу дальше нажимаем выбрать все нажимаем на стрелку вот текст вот перевод ну вот вроде бы и все что я вам хотела сегодня рассказать и показать всего вам доброго спасибо за внимание